Привет, привет всем! Меня зовут Роман Елизаров, а сегодня у нас доклад про нестандартное решение модели памяти на практике, который нам расскажет Александр Ланцов из платформы МИР. Прошу его любить и жаловать. Всем привет! Спасибо большое! Спасибо, тогда мы сразу и начнем. Всех рад приветствовать на докладе, который называется «Нестандартное расширение модели памяти на практике». Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Александр Ланцов. Я работаю в компании МИР Платформ, где я занимаюсь оптимизацией одного из его ключевых компонентов клиринга финансовых операций, а до этого долгое время занимался такой, на первый взгляд, безрассудной деятельностью, как написание всяческих алготрейнговых стратегий на Java. Ответственно, из-за этого я люблю low latency, многопоточность, ну и все, что с ней связано. Собственно, с компанией МИР Платформ вы можете ознакомиться по этой ссылке, а все примеры, которые мы сегодня будем рассматривать, доступны на GitHub по вот этой вот ссылке. Итак, о чем мы сегодня с вами будем вообще разговаривать? Год назад на G-Point 2023, который, казалось бы, был совсем не так давно, я рассказывал про нестандартные семантики в Java. Мы вообще с вами узнали, что такое семантика и вообще как с ними работать. Но если вас на этом докладе не было, не переживайте, ничего страшного, потому что я коротко некоторые сниженные моменты напомню. А что же мы узнали в прошлый раз? Мы узнали, что в Java вообще существует такая вещь, как семантика. Семантика — это спецификатор операции чтения или записи, который дает нам некоторые дополнительные гарантии. И опираясь на эти дополнительные гарантии, мы можем писать корректный многопоточный код. Мы узнали про то, что несмотря на то, что новые семантики добавились еще с выходом 9-й Java, в принципе, если вы ими не пользуетесь, этими промежуточными семантиками, все работает по-старому. Поведение вашей программы полностью описывается в существующей Java Memory модели. Ну, а все-таки, если вы хотите воспользоваться какими-то нестандартными семантиками, вам ими надо пользоваться с помощью механизма, который называется War Handle. И, собственно, мы и узнали про две семантики, которые называются Apaka и Quai Release, посмотрели на их некоторые высоковыровневые свойства. Ну, и результатом нашего прошлого доклада была некоторая так называемая карта-семантик, которую я составил. У нас есть семантика, которая называется Plane, ну, или это семантика по умолчанию, которая используется, собственно, когда вы не используете спецификатор Walletiles переменной. И она, в принципе, дает вам, на самом деле, не очень много гарантий, а именно то, что у вас вообще Java-машина-то не упадет, когда у вас будет какой-то там конкурентный несинхронизированный доступ к Plane-переменным. Потом мы узнали про Apaka-семантику, которая более сильно и включает гарантии Plane-семантики. В ней есть целых три гарантии, но Apaka-семантика, она предназначена для оперирования какой-то одной конкретной переменной. То есть, опираясь только на Apaka-семантику, вы не можете с собой, например, связать две разных переменных в двух разных потоках. Ну, на помощь нам приходит Aquarius-семантика, с помощью которой вы можете как раз-таки прокидывать изменения из одного потока в другой. А самая сильная семантика Volatile, которая включает в себя все гарантии всех предыдущих семантик, она еще добавляет гарантию консенсуса. И она подходит для написания всяких таких вещей, как, например, семафоры, какой-нибудь алгоритм Дейкера и прочие вещи. Но мы, собственно, вот эти вот свойства в прошлый раз узнали, но мы так и не ответили на вопрос, а как этим всем пользоваться вообще на практике? Как этим пользоваться вот вживую? Потому что мы просто эти свойства изучили, узнали, что у них есть определенные свойства, но как это все делают? Ну, собственно, цель моего сегодняшнего доклада как раз-таки вам про все это рассказать и показать уже на более практических примерах. Ну и, соответственно, а какой пример самобазовой многопоточности? Конечно же, Singleton. Начнем с Singleton. Начнем с, наверное, это уже даже Movitton спрашивает такие вопросы на собеседовании, как сделать Singleton Factory. Конечно же, вам ответят, что надо объявить переменную со спецификатором Volatile, который мы будем, собственно, писать, инстанс, который мы создадим. В методе get мы сначала проверяем, у нас set есть этот инстанс или нету. Если его нету, уже под ситхонайзт блоком мы еще раз его проверяем и инициализируем. Ну и, собственно говоря, вопрос уже, наверное, на спеседу у них даже такой, наверное, и не спрашивают, потому что многие люди отвечают на него, даже не особо до конца понимая, почему там важен Volatile. Ну и, собственно говоря, давайте разберемся, что у нас сломается, если мы уберем спецификатор Volatile, и как это починить с помощью наших нестандартных семантик. Итак, убираем спецификатор Volatile. И теперь этот на Singleton некорректный. Но почему он некорректный? Давайте посмотрим на вот эти две операции. Сначала мы проверяем нашу переменную инстанс равна аналу или нет, и затем, если она не равна аналу, то мы ее возвращаем. И, собственно, так как у нас теперь нет спецификатора Volatile, у нас здесь используется plain семантика. Это значит, что из этой переменной мы считываем два раза в plain семантике. Ну и может ли это привести к каким-то проблемам? Ну и кажется, что да. Давайте рассмотрим вот такой вот небольшой пример. У нас есть вся та же переменная instance. У нас в одном потоке мы в эту переменную выставляем свежесозданный объект, а в другом потоке мы делаем следующую вещь. Мы считываем объект первый раз, ссылку на объект первый раз, считываем ссылку на объект второй раз, и затем проверяем вот такую вот, на первый взгляд, странную ситуацию, что может ли у нас получиться, что в первый раз мы увидели, что в ref уже что-то выставлено, в переменную instance уже что-то выставлено, а в второй раз внезапно оказалось, что там null. Ну и, в принципе, это, наверное, не секрет, что когда вы получите планирую семантику, у вас вполне могут происходить даже такие, на первый взгляд, странные вещи. Соответственно, как это починить? Ну, надо вспомнить про APAC-семантику, которая как раз-таки есть гарантия когерентности. Гарантия когерентности говорит о том, что все операции чтения записи по одной фиксированной переменной выполняются в глобальном порядке, который консистентен исходному коду. Соответственно, если мы в нашем примере, который у нас не работал, теперь будем работать через нестандартные семантики, это значит, что нам надо создать warhandle для соответствующего объекта, и в одном потоке мы через сетапак выставим эту переменную ссылку на наш свежесозданный объект, то в другом потоке, если мы считаем два раза подряд эту ссылку через сетапак, у нас уже гарантируется, что этот exception не упадет. Если мы увидели, что в первый раз instance уже был записан в ref1, то и в ref2 мы точно так же гарантированно увидим, что там не записан null. Итак, первая проблема в singleton, кажется, понятно, как починить. Надо просто вместо plain чтения использовать чтение в апак-семантике, ну и давайте это сделаем. Вот мы поменяли на getapack метод, ну и в сеттере мы на самом деле тоже поменяли на setapack, потому что сетить нам тоже надо в апак-семантике, а не в plain-семантике. Но все ли это? Давайте подумаем над следующими строчками. В сеттере мы выставляем в переменную instance через апак-семантику ссылку на наш свежесозданный объект. А в конце метода, в строчке, где у нас написано return instance getapack, мы, собственно, возвращаем ссылку на этот объект. Но давайте подумаем над следующей идеей. Ведь мы же создавали объект не просто так. В нем есть какие-то поля, очевидно, в нем есть какой-то нетривиальный конструктор. Это значит, что там происходили какие-то операции записи. То есть у нас произошли операции записи. После этого мы в переменную instance записали ссылку на этот свежесозданный объект. И, например, в то же самое время из другого потока мы пытаемся этот объект с ним как-то поработать. Мы увидели, что ссылка на instance уже не равна NALU, и делаем какие-то из него чтения. Ну, читаем какие-то поля. Может ли это привести к каким-нибудь проблемам? Давайте просмотрим на упрощенный немножко пример. Все та же переменная instance, все тот же war handle, через который мы работаем с нестандартными семантиками. В первом трейде мы, собственно, создаем объект. И вот давайте предположим, что на нем есть поле, которое называется sumfield. Вот мы в него вставляем значение 42. И только после этого мы, собственно, в переменную instance через опак семантику вставляем ссылку на этот объект. То есть мы его публицируем после вызова конструктора. А в другом потоке мы делаем следующую вещь. Мы дожидаемся момента, пока у нас, собственно, мы не увидим, что в instance уже что-то записано. То есть мы тут просто крутимся в цикле в ожидании того, чтобы в ref мы увидели ненулевое значение. И, собственно, после этого проверяем. А что у нас записано в вот этом поле sumfield, на этом объекте, который мы только что получили через переменную instance? Ну и могут ли здесь возникнуть какие-то проблемы из-за того, что мы пользуемся опак семантикой? И оказывается, что да. Мы вполне можем увидеть, например, что в sumfield написано 0. И даже на какой-нибудь армой хритектуре это вполне легко воспроизводится. Соответственно, понятно, почему наш синглтуан опять же не работает. Как его починить? Надо вспомнить про queryless семантику и, точнее, про гарантию причинности. Гарантия причинности говорит о том, что все операции, которые предшествовали релиз записи, они будут видны для всех операций, которые идут после соответствующего парного acquire-чтения. Соответственно, мы давайте починим этот пример, который у нас был маленький. Мы все так же с первого потока в переменную instance пишем ссылку на наш свежесозданный объект. Но мы теперь это делаем через acquireless семантика. Мы делаем здесь операцию setRelease. Соответственно, в другом потоке теперь вместо того, чтобы получать ссылку на переменную instance через apac семантику, мы получаем ее через acquire семантику. Ну и вопрос, может ли упасть проверка? Теперь нет. Из-за того, что у нас есть гарантия причинности, мы теперь гарантированно увидим полностью корректно сконструированный объект, даже если мы увидели ссылку на него, неравную null. Соответственно, давайте вернемся к нашему синглтону. У нас как раз таки вот это вот место было проблемное, что мы здесь делали сетапак на наш свежесозданный объект, а в этом месте мы его возвращаем. Ну и понятно, что надо поменять это на acquireless семантику, делаем setRelease и getAcquire. И вот, в общем-то, уже синглтон становится корректным, то есть это действительно корректная реализация синглтона на ослабленных семантиках, но ее можно сделать чуть-чуть получше. Каким образом? Давайте обратим внимание, что у нас здесь есть два чтения. Первый раз мы читаем переменную instance в apac семантике, второй раз мы читаем эту же переменную в acquire семантике. А, казалось бы, можно обойтись на самом деле одним чтением. Давайте считаем эту переменную instance в локальную ссылку p, читаем ее один раз и потом будем доработать с ней. То есть если она окажется равной null, то мы все так же пойдем по вот этой вот секции, где мы инициализируем объект. А если она не равна null, так как мы сделали это через acquire семантику, мы гарантированно вернем корректно сконструированный объект. Вот, в общем-то, можно так это все и сделать. Ну, и на первый взгляд можно подумать, но синглтон это все-таки какой-то не очень практически применимый пример, потому что кто из нас пишет много поточный синглтон в 2024 году? Но синглтон может быть не очень применим, а вот лейзи-инициализатор вполне себе можно сделать. То есть у вас есть некоторая функция, которую вы хотите вызвать один раз, чтобы создать какой-то объектик. И такая реализация имеет право на жизнь. На GitHub там есть реализация и синглтона многопоточного, и лейзи-инициализатора. Давайте пойдем дальше. Синглтон мы с вами написали. Теперь мы будем с вами писать некоторую очень простую многопоточную очередь для одного продюсера и одного консюмера, которую мы будем последовательно улучшать и дойдем до того, что очень-очень сильно похоже на существующее решение, например, на дизраптор. Давайте начнем с чего-то простого. Начнем с определений. У нас есть простая очередь. Сингл-продюсер, сингл-консюмер. Что это значит? Что у нас есть метод try-продюс. Через метод try-продюс вы можете в очередь что-то положить. Через метод try-консюм вы можете что-то из очереди достать. Ну и вы можете это делать из двух разных потоков. То есть один поток у вас продюсер, другой консюмер. Но не более двух потоков. То есть, например, двух продюсеров или двух консюмеров одновременно иметь нельзя. Как бы можно было бы написать эту очередь? Да, вот. Метод можно вызвать одновременно и try-продюс, и try-консюм. Собственно, как бы мог выглядеть базовый интерфейс для такой очереди? Ну, он был бы очень, на самом деле, простой. В нем было бы два метода. Первый метод для производителя try-продюс. Он принимает, собственно, на вход тот объект, который мы хотим в очередь положить, и возвращает true или false, зависит от того, получилось у него это сделать или нет. А почему у него может это не получится сделать? Потому что наша очередь имеет фиксированный размер, который задается на ее создание. Например, если у вас очередь полная, то, очевидно, у вас ничего запихнуть в очередь не удастся. Поэтому он может вернуть false. Ну, и метод для потребителя, он чуть-чуть посложнее. У него передается, собственно, функция, которую надо вызвать от очередного вытащенного объекта из очереди. То есть туда передается уже логика консюмера. И, соответственно, если вы смогли очередной объект из очереди достать и вызвать этот метод консюмерский, возвращается true. А если, например, очередь была пустая, вам возвращается false. Предельно простой интерфейс. Как бы можно было бы... Нет, давайте сначала вот о чем поговорим. Вообще, почему здесь возникает многопоточность? От чего здесь вообще нужна какая-то нам синхронизация? Давайте посмотрим на типичный пример использования такой очереди. Вот мы создали эту очередь. И у нас есть два потока. Один поток он консюмерщий. Он из этой очереди что-то достает, эти объектики, что-то с ним полезное делает. Ну, для примера, просто печатает содержимое, собственно, того объекта, который он достал. Другой тред – это тред-продуцирующий. То есть он кладет объекты в очередь. Но прежде чем что-то в очередь положить, надо это что-то создать. Соответственно, он создает какой-то объектик, инициализирует на нем какие-то поля, и только потом вызывает метод try-produce. Ну, и кажется, что здесь возникает та же самая проблема, что у нас было с синглтоном, а именно у нас есть какие-то записи, операции записи, которые происходят в конструкторе объекта. После этого мы только кладем объект в очередь, а из другого потока мы, соответственно, этот объект достаем и делаем из него какие-то чтения. Это значит, что нам надо обеспечить гарантию того, что потребитель увидит полностью готовый, сконструированный объект в потребляющем потоке, даже несмотря на то, что сам вот этот объект мог быть не потокобезопасным. Очередь должна это обеспечивать. Ну, и как бы это можно было бы сделать? Самая простая реализация, она просто сделана на массиве, где есть два индекса. Индекс текущего нахождения потребителя и индекс текущего нахождения производителя. Соответственно, потребитель считывает со своего индекса и увеличивает позицию на единичку. То же самое для производителя. Вставляет новый объект, увеличивает свою позицию на единичку. Но какие варианты у нас вообще должны соблюдаться, чтобы у нас все работало корректно? Во-первых, очевидно, индекс потребителя не должен обогнать индекс производителя, потому что мы должны потреблять только те объекты, которые уже полностью корректно сконструированы. И потребитель, конечно же, должен учитывать ситуацию, когда наша очередь пустая, когда из нее достать нечего. И два ин-варианта для производителя. Производитель не должен писать в ячейки, из которых может еще потребитель что-то считать. То есть он должен тоже учитывать позицию потребителя. И производитель должен учитывать ситуацию, когда очередь полная, когда ему в эту очередь, собственно, нечего запихнуть. Давайте посмотрим на эту простейшую реализацию. Как я говорил, у нас есть индекс консюмера консюмера и индекс продюсера. И у нас есть массив, в котором мы храним ссылки на вот эти вот объекты, которые мы, собственно, храним в очереди. Соответственно, пока что давайте поставим спецификатор volatile, чуть попозже разберем, можно ли его убрать. Как устроен продюсер? Ну, метод tryproducer, о котором мы говорили, принимает на вход тот объект, который надо в очередь положить, и возвращает true или false, в зависимости от того, получилось ли у него это сделать или нет. Что мы делаем вначале? Мы смотрим на текущую позицию продюсера и консюмера. После этого проверяем, у нас очередь сейчас полная или нет. Но это можно проверить некоторым сравнением текущей позиции продюсера и консюмера. Сейчас не суть важно, что в этом методе написано. Он просто проявляет ситуацию, полна ли сейчас очередь или нет. И самое важное после этого идет. Мы, собственно, в наш вот этот массив, который хранит ссылки на объект, мы по позиции продюсера пишем наше переданное значение, и после этого увеличиваем индекс продюсера на единичку. Разумеется, не забывая взять остаток отделения на размер нашего буфера. Давайте посмотрим на логику консюмера. Все очень похоже. Мы тоже смотрим на позицию продюсера и консюмера. Мы проверяем только теперь уже противоположную ситуацию, пустая сейчас очередь или нет. И если у нас оказалось, что очередь не пустая, мы из очередной ячейки буфера считываем значения и увеличиваем позицию консюмера на единичку. Реализация, кажется, очень простая на вид, но мы совсем ничего не говорили про многопоточность. Почему она корректна с многоточной точки зрения? Давайте посмотрим на операции. Во-первых, у нас, собственно, до того, как мы в буфер что-то положили, у нас были операции записи. То есть мы создали объект, на нем как-то проинициализировали поля, после этого в буфер что-то записали и только после этого увеличиваем индекс своего продюсера на единичку вперед. То есть мы выполняем строчку продюсер dx равно вот это вот увеличение на единичку строго после операции, которую у нас инициализировали объект. В консюмере мы, соответственно, сначала считываем позицию продюсера и только после этого начинаем работать с очередным объектом, который смогли достать из этой очереди. Соответственно, из-за того, что у нас есть спецификатор volatile, так как он включает в себя все гарантии более слабых семантик, а именно acquire-лиз семантики, у нас здесь возникает гарантия причинности. Но, конечно, что нам здесь только причинность-то на самом деле и нужна, и на самом деле можно не пользоваться спецификатором volatile, а попробовать обойтись acquire-лиз семантикой. Давайте здесь вызовем set-release, а, соответственно, в методе консюмера вызовем get acquire. У нас все та же причинность остается, все тоже корректную порядочность остается. Но это, к сожалению, не все. Нам надо обеспечить порядочность в обратную сторону. Почему? Потому что нам надо гарантировать, что мы с очередным вот этим вот объектом, который мы из консюмера достали из буфера. Мы полностью из него все чтения сделали. Только после этого увеличивали позицию консюмера на единицу вперед. И продюсер только после этого имеет право писать что-то в эту ячейку, чтобы он не мог помешать консюмеру. Соответственно, у нас появляется все в обратную сторону. У нас все операции чтения, которые работают с конкретным объектом, происходят до увеличения позиции консюмера. В продюсере мы считываем индекс консюмера, и только после считывания индекса консюмера мы, собственно, работаем с очередным слотом в нашем буфере. И за счет того, что у нас есть спецификатор volatile, опять же, за счет acquire-релиз семантики, точнее гарантии причинности у нас, гарантируется и здесь корректное упорядочение операций. И, как я и говорил, кажется, здесь можно пойти тоже на ослабление семантики, а именно написать set-release и get-acquire для соответствующих продюсера и консюмера. Так, вот мы сделали некоторую простую реализацию. И теперь давайте, собственно, посмотрим на цифрах, а что у нас получается в результате таких простых вещей. Важный дисклеймер. Мы сейчас будем смотреть производительность очереди именно в том сценарии, когда у нас именно очередь узкое место. То есть у нас на продюсере-консюмере какое-то минимальное время тратится на логику. Мы передаем объекты очень небольшого размера. Здесь, по-моему, у меня 8-байтные объекты передаются. В общем, здесь мы показываем чистую производительность очереди. Но это не значит, что вы должны ее себе тянуть в продакшен, если у вас, на первую очередь, не является узким местом. Потому что для вас это будет иметь мало смысла. Здесь мы смотрим именно на некоторую синтетику. Ну и первый тип очереди вообще можно взять стандартную education array blocking queue, просто написать в раппер поверх, который ее имплеменит, вот этот наш интерфейс, который мы показывали, и померить, сколько у нас получается сделать операции в миллисекунду. Чистая пропускная способность. Вот здесь получилось что-то в районе 6 тысяч. Первая реализация, которая вам показывала очереди на volatile переменных, то есть без использования акварели семантики, просто с использованием volatile, у нее получилось около 17 тысяч операций в миллисекунду. А, собственно, реализация очереди на акварели семантики показала себя даже получше. Вот у нее оказалось 37 тысяч операций в миллисекунду. Разумеется, это все на x86 замерялось. Но можно ли эту очередь как-то сделать еще быстрее? Чтобы вот об этом нам догадаться, нам надо вспомнить вообще, как примерно устроены наши компьютеры. Вот некоторое есть схематичное такое схематичное изображение. Конечно же, это все не совсем так, потому что кэшей много, кэшей разных уровней, большая часть из них находится в цепу. Но это просто символическая такая картинка. Что важно понимать? Что когда вы работаете с памятью, вы работаете с ней напрямую, а вы работаете через так называемые кэши. То есть вы, когда хотите что-то сделать в памяти, это сначала должно пройти через кэш вашего процессора. У всех ядер в процессоре есть как шаренный кэш, так и какой-то свой индивидуальный кэш. Мы здесь покажем только индивидуальный кэш у каждого своего ядра. И единицей обращения в рамках вот этого вот кэша является так называемая кэш-линия. То есть вы не можете адресовать в ней какой-то отдельный битик или байтик. У вас есть некоторый минимальный чанк, с которым вы можете работать. Вот здесь я это обозначил оранжевым цветом. Но и в связи с того, что кэши с друг другом вообще взаимодействуют, то есть им тоже надо обеспечить когерентность состояния между разными ядрами. Поэтому кэши с друг другом взаимодействуют с помощью протокола когерентности кэшей. И этот протокол приводит к таким вот двум вещам, к двум таким явлениям, которые первое называется false sharing. Это что такое? Это когда вы из двух разных потоков начинаете работать с двумя разными переменами весьма активно. Например, там об их пишете, что-нибудь. Это разные, казалось бы, переменные. Но из-за того, что они находятся в одной кэш-линии, у вас начинает работать протокол когерентности кэшей, кэши начинают с друг другом обмениваться всякой мета-информацией, у вас все начинает чуть-чуть помедленнее работать. Это первая ситуация в false sharing. И на самом деле вот все наши реализации, которые мы только что смотрели, они к нему подвержены, потому что я там просто объявлял переменные без какого-либо паддинга. На самом деле, конечно же, бенчмарки я замерял с исключением этой ситуации false sharing. Там есть паддинг, просто я его не показывал на слайдах. Это довольно известная методика, как с false sharing бороться. Но есть вторая более, скажем так, очевидная ситуация. Это true sharing, то есть когда мы с одной и той же переменой взаимодействуем из двух разных потоков. Собственно, когда вы из одного потока пытаетесь с ней как-то что-то активно сделать и из другого потока. Причем для этого вам достаточно только чтобы из одного потока вы активно эту перемену что-то писали, а из другого потока из этой перемены вы что-то пытались активно считать. И вот тогда у вас уже эта ситуация true sharing произойдет. И давайте внимательно посмотрим теперь на нашу очередь снова. У нас, как мы помним, есть два индекса. Индекс производителя и индекс потребителя. И давайте вспомним. Каждый раз, когда потребитель что-то хочет считать из очереди, он вынужден проверять, где сейчас находится производитель. И то же самое для производителя. Предизводитель перед тем, как что-то в очередь положить, он каждый раз проверяет позицию потребителя. Получается у нас ситуация как раз таки чистого true sharing. То есть, ну, казалось бы, можно ли объем этого трафика уменьшить, который идет между ядрами, который обеспечит генеральность кэшей и таким образом ускорить очередь. Ну и на самом деле можно. Для этого можно подумать просто над такой весьма очевидной идеей, если над ней долго думать. А именно, смотрите, вот мы сейчас потребитель, например, и мы увидели, что производитель уже успел произвести, вставил в наш буфер, например, десять элементов вперед от нашей позиции. И ведь если об этом подумать, то кажется, что не имеет тогда смысл проверять при следующих десяти чтениях потребителям, не имеет смысла проверять, где находится сейчас производитель. Потому что мы уже знаем, что он впереди от нас на десять позиций. И то же самое для производителя. Производитель, например, в моменте посмотрел, где сейчас находится потребитель, и кажется, ему нет теперь на несколько ближайших вставок в очередь проверить, где находится потребитель. Соответственно, вот на этой схеме изображено это голубым и оранжевым цветом. Потребитель знает, что можно считать… Вот если он в моменте увидел, что производитель находится вот здесь, то это, собственно, нам гарантирует, что потребитель может считать вот из этих слотов вполне себе безопасно. И то же самое для производителя. Если он узнал, что потребитель находится здесь, то вот эти вот все слоты, обозначенные голубым цветом, они для него уже доступны. Ему не надо каждый раз при обращении к ним проверить, где сейчас находится потребитель. Ну и давайте попробуем тогда, в нашу очередь, немножко улучшить. У нас все так же остаются старые вот эти переменные, а именно индекс продюсера, индекс консюмера и буфер для хранения ссылок на объекты. Но у нас добавляется две новых переменных. Первая переменная – это копия индекса потребителя. Причем она будет использоваться только в производителе. То есть только производитель будет на нее читать и писать. Потребитель ее вообще никак не будет трогать. И то же самое для индекса производителя. У нас будет копия индекса производителя, и только потребитель будет с ней работать. Давайте немножко изменим тогда наш код существующего продюсера и консюмера. В продюсере мы все так же считываем текущую позицию продюсера. И чтобы нам было удобно, смотрим, какая у нас позиция будет после успешного продуцирования таски. И после этого мы проверяем. А вот текущий индекс нахождения продюсера, он где находится? Он уже дошел до последнего закешированного значения, где находился наш потребитель в момент последнего считывания. Если да, то мы вынуждены обновить позицию текущего консюмера заново через аквайр-семантику, чтобы у нас все гарантии работали. Но если нет, тогда нам вообще не надо сейчас на этой итерации считывать что-то через аквайр-семантику. Потому что мы знаем уже, что позиция консюмера была на определенной позиции, там дальше от нас. Мы можем уже безопасность этих слотов считывать. Нам не нужно делать аквайр-чтение в этот раз. То есть вся старая логика остается все и то же самое. Мы проверяем, что очередь полная или нет. Мы записываем в буфер под позиции продюсера очередное значение, которое нам передали вот этот объектик. И, собственно, после этого возвращаем true. Ну и все то же самое для консюмера. То есть у него тоже вначале добавляется вот эта шапка с логикой, что дошла ли текущая позиция консюмера до последнего закешированного значения нахождения продюсера. Если она дошла, значит, мы должны переобновить позицию продюсера через течение, через аквайр-семантику. А если мы не исчерпали, мы не дошли до этого закешированного значения, значит, можем безопасно считывать все значения, которые там находятся и работать по-старому. То есть, видите, изменение совсем, казалось бы, небольшое на самом деле. Мы просто кешируем значения индекса продюсера и консюмера в соответствующих потоках и работаем только с ними, когда это возможно. И вот тогда на бенчмарках получаются следующие цифры. Первая реализация — это очередь, использующая volatile-семантику. То есть не аквариум-семантику, а чистые volatile, где индекс-продюсеры и консюмер — это просто volatile-переменные. Но вот эта идея с кешированием была добавлена. С ней получилось около 48 тысяч операций в миллисекунду. А вот очередь на аквариум-семантику с кешированием переменных оказалась еще лучше. Она уже стала работать где-то на 165 тысяч операций в миллисекунду по процессуной способности. Можно ли это все как-то улучшить? Ну, вообще, да. И чтобы это все улучшить, надо вспомнить такие фрамворки, как, например, Disruptor. Disruptor — это такая библиотека для организации low latency-конвейера, которая была популярна там, наверное, лет 10 назад. Но, тем не менее, она все еще используется кое-где. Давайте посмотрим, чем отличается наша текущая реализация от Disruptor. Основные идеи в чем заключаются? Первое — это в том, что вот этот размер буферов, с которым мы работаем, он всегда степень двойки. Почему это важно? Узнаем, смотрев на следующий пункт. Потому что для указания текущего позиции продюсера и консюмера в Disruptor используются лонгей, а не инты. Почему это важно? Потому что если вы, например, начнете писать свою многопоточную очередь на интах, вы очень скоро попадете на так называемую проблему ABBA, то есть когда у вас там есть несколько потребителей и производителей, и вы, в общем-то, не можете быть уверены, что, несмотря на то, что индекс ваш не изменился, на самом деле никто не делал никаких изменений в очереди. Поэтому очень желательно, чтобы вот именно индекс продюсера и консюмера — это были лонги, у которых надо очень долго ждать, чтобы они переполнились. И из-за этого понятно, откуда у нас возникает пункт номер один, а именно размер буфера — это степень двойки. Потому что брать остаток отделения числа, если это степень двойки, гораздо проще, чем брать остаток отделения просто произвольного числа. Ну и самый важный такой момент, который есть в Disruptor, который пока в нашей очереди нету, — это переиспользование объектов. То есть сейчас у нас продюсер, когда что-то кладет в очередь, он это что-то создает каждый раз заново. А вообще-то на самом деле можно было бы переиспользовать объект. То есть продюсер, он сначала перед тем, как что-то в очередь положить, он вот этот существующий объект из очереди достает, видоизменяет на нем поля, и только после этого его публицирует. То есть нам не надо создавать объект каждый раз заново. И вот реализовав все эти идеи для нашей простой реализации, на самом деле у нас получится нечто, которое очень похоже на Disruptor. То есть если мы запустим Disruptor в сценарии сингл-продюсера, такой же, как у нас, у нас тоже сингл-продюсер, и сделаем вот эту вот нашу очередь, которую я называл Disrupt, такой релиз-кью, то получаются результаты очень близко похожие. И даже нашу очередь чуть-чуть получше. Это связано с тем, что в Disruptor на самом деле там есть разделение для сценариев сингл-продюсер и мультипл-продюсер, но у вас там по сути всегда логика для сценария, когда у вас множество консюмеров. А у нас сейчас здесь только один консюмер, и вот это вот добавляет некоторую небольшую разницу. Ну и, казалось бы, можно ли что-то еще попытаться выжать? Можно ли сделать что-то еще получше? Ну и что, прежде чем к этому переходить, надо поговорить про юз-кейсы, сценарии использования Disruptor. Вообще есть ли у него какие-то особенности? Итак, как я вам говорил, у Disruptor все очень похоже. У него все так же есть индекс производителя, если у нас сценарий сингл-продюсера. И у нас есть, как я говорил, несколько потребителей. То есть как минимум, например, два или три или еще сколько-нибудь. Какие есть особенности использования Disruptor? Из-за того, что это очередь, ваш производитель всегда проверит, где у вас находится сейчас потребитель. Соответственно, ваш производитель не может обогнать самого медленного потребителя. И если у вас, например, есть сценарий, когда у вас потребители какие-то очень разные по своей природе, например, один потребитель какой-то очень быстрый, а второй какой-то очень медленный, ваша вся очередь будет работать со скоростью самого медленного потребителя. И, собственно, иногда это проблема. Ну, в каких сценариях это не проблема? Когда вам надо, собственно, обработать все объекты, которые вам в очередь пришли. Например, когда Disruptor его придумали, его придумали для сценария электронной биржи. То есть вы должны там все котировки полностью до конца обработать, которые от вас пришли. А, например, бывают сценарии, когда это вам не совсем нужно. Когда вы стоите на противоположной стороне. Например, вы пишете какие-то торгового робота, у которого есть несколько алгоритмических стратегий. Индексом, точнее, производителем там является коннектор к бирже, который получает с биржи очень много маркет-дата информации, а потребителем являются торговые стратегии. Представьте себе, если у вас есть хотя бы одна торговая стратегия, которая написана плохо, все ваши другие торговые стратегии будут работать с такой же медленной скоростью. Соответственно, иногда такое нужно, иногда нет. И раньше в Disruptor был такой недокументированный интерфейс, как Event Releaser. Он позволял как-то попытаться нивелировать эту ситуацию, а именно вы могли в потребителе быстренько скопировать себе значение полей с того объекта, с которым сейчас работаете, и сказать Disruptor, что все, я прекратил работать с этой ячейкой, не учитывая мою позицию сейчас. Ну, во-первых, этот интерфейс, он был недокументированный, во-вторых, в свежем релизе Disruptor, который случился не так давно, этот недокументированный интерфейс благополучно удалили. Поэтому даже таким способом эту проблему обойти нельзя. Ну и чтобы вообще обойти эту ситуацию, можно пойти с несколько другим подходом, а именно с подходом оптимистичной блокировки, ну или секлоком по-другому. Давайте предположим, что у нас есть некоторый сложный объект с довольно большим количеством полей. Например, вот у нас есть некоторые объекты, которые отражают момент, отражают с собой просто какой-то снапшот момента времени, и вот на нем там целая куча полей. Понятно, что это можно чуть-чуть оптимальнее и по-другому хранить, но тем не менее в один лонг это у вас не влезет. У вас все равно есть целая куча полей, которые вам надо как-то читать и писать. И давайте договоримся о следующем. У нас есть два метода. Первый метод Update. Он используется для изменения этого классика, этого объектика. То есть вы через этот метод можете поменять состояние текущего объекта. А через метод try.read вы, соответственно, можете попытаться считать содержимое этого снапшота. И если у вас это получится, вам вернется true, а если нет, то false. Мы сейчас разберем, почему это происходит. И что здесь надо учитывать? У нас есть один писатель, то есть только один тред может вызывать метод update. И у вас есть неограниченное количество читателей, которые могут вызывать метод try.read. Метод update принимает на вход тот снапшот, с которого надо скопировать поля в существующий объект. Метод try.read, он, соответственно, в аргумент int записывает все наши значения, которые у нас были вот в этом снапшоте атомарно. Если у него это получилось, он вернет true. А если у него это не получилось, он вернет false. Ну и мы говорили, хотим вот этот сценарий самого медленного читателя здесь как-то обойти. То есть если у нас есть какой-то тормознутый читатель, который, скажем, вызвал try.read и в нем затупил очень сильно, это не должно приводить к тормозам в других потоках читателей и в другом потоке писателей. И еще один пункт – это мы хотим использовать минимальное количество блокировок. То есть, понятно, мы могли бы синхронизировать, просто здесь повесить над каждым методом, у нас бы это было бы окей. Но мы хотим, чтобы это все не мешало друг другу, чтобы это хорошо масштабировалось. Ну и чтобы это все сделать, нам надо сделать достаточно, на самом деле, простую идею. Давайте добавим в наш объект переменную, которая называется просто версия. У нее тип – это long, то есть займет у вас достаточно много времени, чтобы у вас long переполнился. И давайте с ним будем работать по следующей логике. Первый поток у нас – это поток писатель. У него, соответственно, называется метод update. Метод update, он принимает на вход аргумент from. Мы должны с этого from скопировать атомарно все поля к себе в наш существующий объект. Давайте сделаем очень простую идею. Давайте сначала увеличим номер версии на единичку. После этого начнем копировать значения примитивных полей в наш объект. И когда мы закончим это делать, мы увеличим номер версии еще на единичку вперед. Казалось бы, в писателе логика очень простая. В читателе логика чуть посложнее, но на самом деле она тоже не такая уж сложная. А именно, смотрите, давайте мы считаем номер версии. Если номер версии сейчас прямо в моменте нечетный, это значит, что прямо сейчас с этим объектом работает какой-то писатель. Это значит, что у нас уже не получится снять атомарный snapshot, потому что поля прямо сейчас изменяются. Соответственно, мы уже возвращаем false. То есть из метода tryRead можем вернуть false, если мы сказали, что у нас снять атомарный snapshot не получилось. Надо пробовать еще раз. Соответственно, если мы увидели все-таки, что сейчас номер версии четный, значит, кажется, что сейчас никакой работы с объектом нет. Давайте попробуем скопировать наш объект, который нам передали в качестве аргумента, значение примитивных полей. И после этого достаточно проверить только следующую простую вещь. А именно, а не изменился ли номер версии с тех пор, как мы стали считывать себя локально поля, и текущий номер версии, который мы снова считали на объекте. Ну и здесь, конечно же, сейчас нет никаких синхронизаций, то есть с точки зрения многопоточности это абсолютно некорректный код. Давайте его делать более корректным. Ну какие у нас есть операции, между которыми надо обеспечить порядочнее? Во-первых, у нас есть здесь операции записи, то есть мы здесь в наш объект записываем какие-то значения, и после этого увеличиваем номер версии на единичку. А в другом потоке мы, соответственно, сначала считываем номер версии, и после этого только считываем, опять же, из нашего объекта значение примитивных полей. И, казалось бы, здесь нужно добавить первые порядочения, и вполне здесь очевидно, что здесь нужна аквариалис семантика, потому что нам нужна гарантия причинности. То есть нам надо сделать этот инкремент в аквариалис семантики и, соответственно, сделать считывание номера версии тоже в аквариалис семантики. Ну и это достаточно легко делается. К счастью, на Warhandle есть даже довольно удобные методы, которые вам позволяют делать, например, инкремент в релиз семантики, у него сеттинг. И точно так же вы можете считать номер версии через аквариалис семантику. Но, к сожалению, это не все. А именно давайте посмотрим на операции, которые были до вот этих операций записи и чтений. А именно в методе писателей мы сначала увеличили номер версии на единичку, и только после этого стали работать с этим объектом, записывая в него какие-то значения полей. То есть нам надо здесь какое-то упорядочение обеспечить. И то же самое в потоке читателя. У нас есть операции чтения, и у нас только после этого мы проверяем номер версии, и предыдущий сохраненный номер версии. Нам надо как-то обеспечить то, что у нас эти операции будут упорядочены. И вот про это можно очень долго думать, на самом деле, какая здесь нам семантика подойдет. И ответ заключается в том, что, к сожалению, ни одна существующая семантика вам это не гарантирует, если вы будете работать с полями, не там, условно, в аквариалис или в лотелл семантике. Если вы хотите с ними работать через ослабленные, через простые семантики, через плейный или опак, то даже если вы сделаете версию с спецификатором в лотелл, это вам не поможет. И здесь первый раз на сцену выходит такая вещь, как эксплицитные барьеры. Чему я в своих докладах, вот и в текущем, и до этого, ну, старался не употреблять это слово. Потому что многие люди, которые не хотят как раз-таки узнавать что-то про вот эти все гарантии многопоточности, про какие-то там гарантии гигиенности и так далее, что мы рассматривали, и говорят, ну, можно же по простому мыслить, да, давайте вот просто представим, что у нас там в лотелл операции, это набор нескольких барьеров, и все. Это так называемая барьерная интерпретация. Ну, и, в принципе, про барьерную интерпретацию известно, что она, скажем, не всегда верна и может приводить к некоторым выводам, которые не всегда корректны. Поэтому, когда вы хотите с помощью барьеров объяснить работу вашей программы с точки зрения многопоточности, скорее всего, вы делаете что-то не так. Но вот в обратную сторону можно это делать. То есть есть некоторые специальные операции, с помощью которых вы можете принудительно добавить упорядочение между операциями, и это будет работать. Ну, например, самый простой вид барьера — это FullFence. Он просто вам гарантирует, что все операции, которые были до этого барьера, они произойдут строго до тех операций, которые идут после этого барьера. И нам как раз-таки этот FullFence здесь и нужен. То есть мы увеличиваем номер версии в писателя, и после этого вставляем FullFence-барьер, и работаем дальше с значениями полей на этом объекте. То же самое для читателя. То есть мы что-то из этого объекта считываем, после этого вставляем FullFence-барьер, и только после этого проверяем номер версии. Вообще, на самом деле, если про это все хорошенько думать, и знать, например, на какой архитектуре вы работаете, и в какие барьеры это, например, мапится, вы можете даже ослабить эти барьеры. Например, вместо FullFence использовать Store-Store-барьер или Load-Lot-барьер. Но это уже сильно зависит от того, насколько четко вы знаете, с какой вы, собственно, архитектурой работаете, и во что именно в машинном коде это скомпилируется. Поэтому вот FullFence — это такой более-менее безопасный барьер, а все более ослабленные барьеры уже требуют более пристального внимания. Тем не менее, даже вот с FullFence это уже вполне себе корректно и хорошо работает. Ну и, казалось бы, мы вот сделали только SecLock-операцию. Точнее, нет, не совсем так. Мы сделали простую реализацию SecLock'а. Мы сейчас будем смотреть на очередь, которая сделана с помощью SecLock'ов вот этих вот. Но давайте обратим внимание еще на следующий факт. У нас в читателе нет ни одной операции записи вообще. Мы здесь из читателя только что-то пишем, ой, что-то читаем. То есть мы проверяем номер версии первый раз, потом считали значение полей объекта и считали номер версии еще раз. Это значит, что, в принципе, у нас читатели должны довольно хорошо масштабироваться. То есть если у нас там один читатель, или два, или три, все должно все так же хорошо работать. Как раз то требование, которое мы хотели достичь, что наша система, она должна хорошо масштабироваться вне зависимости от количества читателей. Ну и теперь давайте перейдем, собственно, к реализации некоторой SecLock'а очередям. На самом деле идея у нее тоже довольно простая. Когда мы с вами делали простую реализацию на копоточной очереди, у нас там было два индекса, индекс продюсера и консюмера, и у нас был вот этот вот массив, в котором мы храним ссылки на объекты. У нас все так же этот массив остается, в котором мы храним ссылки на объекты, но у нас забавляется, например, второй массив рядом, в котором хранятся номера версий текущих объектов. И у каждого слота в этой очереди теперь есть соответствующий номер версии, который видоизменяется по той же самой логике, которую мы видели только что в SecLock'е реализации. То есть когда наш продюсер что-то пытается в очередь вставить, он увеличивает номер версии на единичку, вставляет это значение и после этого инкрементирует номер версии еще раз. Ну и после этого переходит на работу со следующим слотом. И все так же продолжается. То есть вот второй слот, точно так же уже у него увеличился номер версии. Ну и, собственно говоря, он так это делает, пока не проходит до самого конца. А после того, как он дошел до самого конца, он начинает опять же с первого элемента, но уже увеличивает номер существующей версии. То есть теперь здесь будет сначала номер версии 3, когда мы только-только начнем что-то вставлять в объект, и только после этого у нас будет номер версии 4. Ну и это все точно так же работает. И если вот на это все внимательно посмотреть, так можно задаться вопросом, а где здесь потребитель-то? Мы же только что смотрели только на позицию продюсера. И вот в этом есть и главный плюс, и недостаток вот такой очереди. Здесь продюсер вообще не смотрит на позиции текущих консюмеров. Почему? Потому что он просто увеличивает номера версии и записывает очередной объект. Соответственно, консюмеры у вас, они знают, когда им нужно идти вперед, глядя на номер версии следующего объекта, следующего слота после их текущего. Если он меньше, очевидно, значит, туда еще ничего не успели записать. Если он стал больше, значит, надо идти вперед. Но если ваш, например, потребитель какой-то очень тормозной, может получиться так, что ваш продюсер успеет перезаписать этот буфер несколько раз. И в принципе в некоторых сценариях, конечно же, это недопустимо, да, когда все ваши потребители должны обработать полностью все объекты, которые были переданы в очередь. Но, например, для алготренинга эта штука лучше подходит. Почему? Потому что таким образом ваш медленный потребитель, то есть ваша вот эта медленная стратегия, которую написали плохо, она на самом деле может задетектировать ситуацию, когда она, собственно, затормозила в очередной раз и как-то попытаться на это отреагировать. Например, самый простой сценарий – это просто сказать, все, я больше не работаю, я какая-то тормозная и плохая, не буду работать. Ну или в другом сценарии просто начать все заново, начинать получать маркет-дату с нуля и так далее. Ну и, собственно, у меня там есть вот эта простая реализация очереди. Она единственное, что немножко отличается таким образом, что там номер версии хранится прямо на самом объекте, в том слоте, с которым мы работаем. И вот этот размер объекта, он, как я все еще говорил, всеми байтовый. Ну и смотрите-ка, давайте посмотрим на реализацию этой простейшейся колок-очереди. И она даже получилась даже чуть-чуть получше, чем дизераптор и наша вот эта простая реализация. Таким образом, казалось бы, дизераптор уже такая давно существующая очередь. Но на самом деле, если пойти на некоторые ослабления и на ослабление некоторой гарантии, которая у нас есть в очереди, можно написать очередь, которая работает быстрее. Но эта очередь, она весьма специфична и работоспособна только для некоторых конкретных сценариев. И вот может показаться, вот мы сейчас такие классные, написали, значит, несколько реализаций, написали сначала синглтон на слабенных семантиках, потом там очередь написали, и она еще и быстрее дизераптора, как это все легко делается. Хочу вас, конечно же, предостеречь. Во-первых, потому что все наши простые реализации, они на то и простые, что у них там один-два метода, они вообще не учитывают какие-то там краевые случаи и обработку ошибок. То есть они не очень практически применимы. Еще и, скажем, если вы попытаетесь сделать эту очередь практически применимым, то есть там добавлять некоторые обработки ошибок, добавлять некоторые дополнительные интерфейсы, вы очень скоро накнетесь на усложнение вашей очереди. Чтобы это продемонстрировать, я вот нашел работу от JetBrains Research, которую они делали не так давно, по фреймворку LeanCheck. LeanCheck — это такой фреймворк, с помощью которого вы можете, собственно, верифицировать линейризуемость ваших конкурентных структур данных, чтобы проверять вообще их корректность. И что я просто хочу показать, что несмотря на то, что и в GDK, и в OpenSource есть очень-очень много разных реализаций многопоточных структур данных, баги в них умудряются находить до сих пор. То есть мы, как люди, довольно все-таки плохо пишем многопоточный код. И в существующих GDK-шных либах нашли баги, связанные с многопоточностью. И вот еще есть, например, в GCTools такой класс, как Non-BlockingHashMapLong. Я вот им весьма активно пользовался, когда там всяких тоже алгороботов писал, ну, потому что это полезная штука. И даже в ней нашли ошибку. И что самое стрёмное, что иногда даже некоторые виды ошибок нельзя найти даже с помощью таких утилит, как, например, LeanCheck. Почему? Потому что некоторые структуры данных в погоне за производительностью отказываются от гарантии линейризуемости ради производительности. Например, я знаю, что есть такой фреймворк, точнее, библиотека как Agrona. Она используется в библиотеке Iron. И в Agrone есть реализация тоже многопоточных очередей. Я точно знаю, что там, возможно, такой сценарий, что вы можете из двух продюсеров что-то в эту очередь записать, и тут же из одного из продюсеров попытаться считать из этой очереди и не увидеть там ничего, увидеть, что очередь пустая. И это вполне себе корректно с точки зрения реализации той очереди. У него там даже документация написана, что такое вполне может быть. То есть некоторую структуру данных вообще даже нельзя таким образом проверить. И как вообще быть уверенным, что там нету багов? Ну, я не знаю, честно говоря. В общем, многопоточный это сложно. И писать корректно многопоточный код просто сам по себе довольно сложно. А когда вы используете слабленные семантики, все становится еще сложнее. Поэтому, несмотря на то, что мы вот эти вот все вещи сегодня посмотрели, они, тем не менее, требуют скрупулезного к ним отношения. Поэтому все-таки не кобольствуйте, а используйте существующие фреймворки. Но давайте подведем некоторые итоги. Что мы сегодня с вами сделали? Мы, во-первых, посмотрели на применение существующих вообще семантик, как они используются. Начали мы с чего-то очень простого, а именно писали с мултон на ослабленных семантиках. Потом мы сделали некоторые очереди, которые стали последовательно улучшать и дошли до нечто, которое очень похоже на дезераптор. Посмотрели на внутреннее устройство Секлока. И, наконец, самое главное, мы поняли, что все-таки написание своих многопоточных велосипедов это не очень хорошо, и баги находятся до сих пор. Но, зная вот эти вот все семантики, которые мы сегодня с вами рассмотрели, вы сможете читать код существующих библиотек более осмысленно и понимать, как они устроены внутри, чего я вам и желаю. Аплодисменты